И следующий доклад от Дмитрия Евгеньевича Обельского, кандидата медицинских наук, старшего преподавателя Белорусской медицинской академии постдипломного образования из города Минска. Сравнение результатов коррекции миопической рефракции оптимизированным и персонализированным по значениям операций высших порядков FEMTO-LASIK. Добрый день, уважаемые коллеги. Огромное спасибо организаторам этой конференции за возможность сегодня перед вами выступить из-за огромный объем полезной информации. На самом деле, учитывая предыдущие доклады, можно было бы сразу перейти к выводам, но я постараюсь все-таки на некоторых моментах остановиться, чтобы логичность повествования своего сохранить. Сразу же, конечно, перейду к непосредственно методике, которую мы применяли в нашем исследовании, методике FEMTO-LASIK, которая на сегодняшний день, по мнению большинства специалистов, все же является наиболее точным, предсказуемым и безопасным способом коррекции миопической рефракции. Помимо безопасности, ряд авторов отмечает значительно меньшую индукцию операции оптической системы глаза в результате формирования униформного роговичного лоскута и отсутствия непосредственно физического воздействия на роговичный лоскут в процессе его формирования. Это утверждение, оно, наверное, в последнее время чаще ставится все же под сомнение, однако, наверное, сколько специалистов, столько и мнений, и достаточно большой опыт накоплен уже по этим операциям, чтобы делать такие заключения. Мы подробно сегодня разобрали тему значения операций глаза в рефракционной хирургии. От себя, наверное, отмечу лишь то, что на сегодняшний день возможности современной диагностики, они, наверное, уже значительно превышают потребности современной хирургии, и целесообразным при работе с биологической оптикой является изучение операций третьего, пятого, максимум шестого порядка, потому что операции выше шестого порядка, это уже настолько тонкие материи, которые даже репетативно померить достаточно сложно в человеческом глазу, не говоря уже о том, чтобы учитывать их при расчете той или иной хирургии. Алгоритмы работы эксимерных лазеров, как уже сегодня неоднократно упоминалось, за последние годы претерпели значительные изменения, и первоначально формируемые сфероцилиндрические профили абляции по типу конвекс-конкав, они уже ушли в прошлое. По причине индукции значительного количества сферической абляции, невозможности давать качество зрения, даже сопоставимое с контактными линзами, это все послужило стимулом к разработке более физиологичных, индуцирующих меньшее количество абляций, высших порядков алгоритмов абляции, которые так получили название оптимизированными, оптимизированные по значениям волнового фронта. В данном случае имеется в виду среднестатистический волновой фронт глаза человека, методика может быть дополнена в возможности учитывать особенности кривизны, асферичности роговицы в процессе расчета алгоритмов абляции. На сегодняшний день данный подход является золотым стандартным практически у всех производителей ксимерных лазеров, и в дальнейшем я буду говорить о стандартных операциях, я буду говорить именно о оптимизированных операциях, потому что, наверное, уже сложно, где можно встретить неоптимизированное по значениям волнового фронта операции. На сегодняшний день существует два основных подхода к персонализации к ксимерлазерной коррекции аномалии рефракции о топографически ориентированных абляциях. Уже сегодня Кирилл Борисович очень подробно рассказал. Метод действительно показывает прекрасные результаты у пациентов с регулярностями топографии роговицы, как и первичными, так и в результате травм предыдущей хирургии. И существует немало сообщений о том, что у данного метода есть все-таки слабые стороны, все-таки коррекция аберраций нижних порядков не всегда происходит достаточно точно, потому что не всегда непосредственно измеряется оптика глаза этим высокоточным методом. Но, наверное, здесь вопрос больше общий философский, потому что здесь и сейчас, или потом и надолго, как бы кажется, рациональным ответ не был на поверхности. Наши пациенты зачастую иррациональны, и они готовы выбирать здесь и сейчас, что касается и выбора операции, что касается необходимости использования очковой коррекции для близи, например. Поэтому, наверное, этот вопрос будет врач-пациент для себя решать, исходя из каких-то более социальных потребностей и так далее. Вторым подходом к персонализации алгоритма эксимерлазерной абляции является его расчет на основании данных аберрометрии, и принципы, которые также уже были рассмотрены подробно Вячеславом Михайловичем ранее. Причем в программе коррекции учитываются как значение дефокусировок и астигматизма, так и значение аберраций высших порядков оптической системы глаза. Причем по задумке разработчиков подобные алгоритмы абляции должны не только снижать существующее значение аберраций высших порядков, но и минимизировать индукцию аберраций высших порядков самой процедурой. Целью исследования было сравнение результатов операции стандартной оптимизированной по значениям волнового фронта с учетом кератометрических данных и персонализированной по данным аберрометрии протоколом абляции, далее буду короче называть, стандартный фемталасик и АВП-фемталасик. К проведению подобного исследования нас подтолкнуло отсутствие необходимого объема некоммерческой, нерекламной информации касательно эффективности данных методик, а также желание пациентов получить более обоснованные рекомендации по выбору того или иного вмешательства. Акцент на субъективное восприятие пациентам результатов операции был сделан сознательно, так как очевидно, что итогами лечения, соотношением цены-качества, с качеством диагностического лечебного процесса должен быть в первую очередь удовлетворен сам пациент. В послеоперационном периоде наши пациенты об этом очень хорошо осведомлены, что актуально как для стандартных, так и для персонализированных операций. Пациенты нередко предъявляют жалобы на наличие нарушений зрения, которые хоть и не снижают значение его остроты, но могут существенно влиять на удовлетворенность их результатами операции. На дооперационном этапе нашим пациентам мы предлагали памятку по характеристике подобных явлений для последующей оценки изменений. То же касается и физического дискомфорта в области глаз, который может быть обусловлен как выраженным синдромом сухого глаза послеоперационным, так и прочими факторами. На дооперационном и через 6-8 месяцев после операции пациентам проходили всестороннее офтальмологическое обследование, осуществлялся сбор общих специфических анамнестических данных, проводилась оценка качества жизни на основании данных анкеты опросника. Материалом для исследования послужили данные 151 пациента, которые проходили лечение в отделении лазерной микрохирургии 10-й городской клинической больницы города Минска. Все пациенты были прооперированы одним хирургом. Достаточно репрезентативная выборка пациентов. Мужчин было 42%, женщин, как уже сегодня упоминалось, как правило, больше 57%, медианного возраста 29 лет. Степень миопии высокой была определена у 22% пациентов. Средняя 46%, слабая 31% пациентов. Стандартная операция «Фемтоласик» проведена 101 пациенту, персонализированная ВП «Фемтоласик» 50 пациентам. Все операции были выполнены бинокулярно. Перед выбором операции пациенту не давалось никакой информации о преимущественных персонализированной коррекции. Еще раз скажу, что пациенты сами в рамках повседневного процесса рабочего выбирали ту операцию, которая будет им выполняться, потому что это вопрос их собственного финансирования. Но, однако, мы позиционировали методики как с нашей точки зрения равноэффективные, однако с наличием определенных коммерческих маркетинговых преимуществ с точки зрения персонализированной методики. И удивительным был факт, что пациенты, выбравшие стандартные операции и группа ВП «Фемтоласик», они статистически значимо различались по целому ряду параметров, которые могут существенно влиять на потенциальный результат операции. Причем пациенты, которые выбирали более дорогостоящую, более сложную операцию, как правило, имели лучшее значение по этим параметрам. То есть у них изначально были, они были привыкшие к лучшему качеству зрения, к лучшей остроте зрения, как коррегированной, так и некоррегированной. Вот такое вот интересное наблюдение. То есть группы, как оказалось, были абсолютно несопоставимы по целому ряду существенных показателей. Для формирования сопоставимых групп применен статистический метод отбора подобного по вероятности, основанный на расчете вероятности для каждого пациента попасть в группу, где проводился тот или иной вид вмешательства. По сути дела, это статистический метод псевдорандомизации, который на сегодняшний день все чаще и чаще применяется в клинических исследованиях. В результате чего из исходных групп были выделены 55 пациентов или 110 глаз после стандартной операции и 33 пациента, 66 глаз после операции АВП-фемталасик, сопоставимые по всем указанным различавшимся ранее параметрам. Увеличение суммарных значений аберрации высших порядков в результате операции было статистически значимым в обеих группах. Но если медиана суммарного значения аберрации высших порядков в группе до операции в стандартной группе была 0,30 мкм, то в группе персонализированных 0,27 мкм, то после операции эти значения составили на 0,51 и 0,34 в группе АВП-фемталасик соответственно. Что соответственно существенно статистически значимо отличалось друг от друга эти параметры в сторону лучших значений в группе АВП-фемталасик. Жалобы на нарушение зрения после операции отмечены в 57% случаев в группе стандартной операции и 27% случаев в группе персонализированной операции. Разность составила 30% значения статистически значимые. Наличие физического дискомфорта в области глаз отмечено в 47% случаев в группе АВП-фемталасик, в группе стандартной и в 27% случаев в группе АВП-фемталасик. Следует отметить, что несмотря на одинаковое количество случаев с жалобами на нарушение зрения и физический дискомфорт, их предъявляли все же разные люди. Однако следует также отметить, что некорригированное остротозрение после вмешательств статистически значимо не отличалось в группах стандартной и персонализированной коррекции. Причем важный показатель эффективности рефракционной операции, когда некорригированное остротозрение после операции превышает наилучшую корригированную остроту зрения до ее проведения, был отмечен в 79% случаев в группе стандартной операции и 83% случаев в группе персонализированной операции без статистически значимых отличий. В обеих группах у большинства пациентов достигнута эмитропическая рефракция, опять же, без статистически значимых различий между группами. Медиана послеоперационного сферического эквивалента рефракции составляла 0 диоптрий. Интраквартирный диапазон немного различался, но незначительно. Качество жизни пациентов, обусловленное состоянием зрения после проведенного вмешательства статистически, значимо улучшилось в обеих группах. При этом ни приращение общего балла опросника, ни полученный балл в группах не различались ни клинически, ни статистически значимым. Можно сказать, что опросник на его FQ25 может быть не самым чувствительным для рефракционных операций, но это один из немногих опросников, который на сегодняшний день полноценно адаптирован и валидизирован к русскоязычной среде и все же достаточно четко отражает изменения в качестве зрительной жизни пациента. Поэтому он нами был и применен. Однако в рамках исследования мы решили чуть более подробно взглянуть на вопрос превращения аберраций высших порядков, так как, я говорил вначале, разработчики методики заявляли, что данный вид абляции будет не только нивелировать существующие аберрации высших порядков, но и минимизировать их индукцию в ходе самой процедуры. Исследуемый параметр характеризовался достаточно высокой степенью вариабельности, что в целом неудивительно, учитывая большое количество факторов, потенциально на него влияющих. Больший интерес, конечно же, для нас представляла статистически значимая взаимосвязь приращения значения аберраций высших порядков и объема коррекции, которая и была установлена, хоть и с разной закономерностью. Для стандартного метода приращения аберраций высших порядков статистически значимо связано с увеличением объема коррекции, начиная с минимальных значений, и до значения в 4 диоптрии, где приращение условно достигает своего насыщения и впоследствии изменяется незначительно, но сохраняется на тех же высоких значениях. Для персонализированного метода при воздействии до 4 диоптрий миопической коррекции приращение аберраций в высших порядках статистически не связано с объемом абляции. Более того, как правило, при указанных его значениях происходит даже снижение показателей аберраций в высших порядках, что свидетельствует об эффективности метода. Однако после узловой точки в 4 диоптрии наблюдается возникновение статистически значимой взаимосвязи и следующим их параметров, а в точке, соответствующей программе коррекции в 7 диоптрии, указанный показатель для операции стандартной и персонализированной является идентичным. Каким можно сделать выводы? При невозможности рандомедозации исследования в условиях повседневной клинической практики обязательно проверка групп на сопоставимость, при ее отсутствии формирования сопоставимых групп. Больше, наверное, наше наблюдение, чем вывод, но пациенты, выбирающие персонализированную и более дорогостоящую операцию на предоперационном этапе, имели лучшее значение по ряду параметров, потенциально влияющих на результат. В ходе нашего исследования не было установлено статистически значимых различий в результатах операции стандартной и персонализированной по данным аберрометрии, по достигаемой рефракции, некоррегированной и наилучшекоррегированной остроте зрения, степень улучшения качества жизни, обусловленного состоянием зрения. В то же время операция АВП Фемталасик персонализированная имеет статистически значимо лучшие результаты по послеоперационным показателям, показателям индукции суммарного значения аберраций высших порядков и отдельных видов аберраций высших порядков, а также доли пациентов с наличием нарушений зрения и физического дискомфорта в области глаз после операции. При этом выполнение операции АВП Фемталасик не исключает индукцию некоторого количества аберраций высших порядков, не гарантирует удовлетворенности пациентов результатами операции. Операция АВП Фемталасик при коррекции миопии слабой и средней степени имеет статистически значимое преимущество по значению индукции аберраций высших порядков в результате самого вмешательства по сравнению с операцией стандартной Фемталасик. При коррекции миопии высокой степени операция персонализирована не имеет преимущества по значениям индукции аберраций высших порядков по сравнению с стандартной операцией. Перед тем, как закончить свое выступление, я буквально еще несколько слайдов подготовил. Они, наверное, будут не совсем по этой теме, но они все равно будут интересны вам, так как работая с нашими пациентами, им по большому счету все равно, сколько у них аберрации индуцируется, сколько не индуцируется. Они, как правило, задают два вопроса. Буду ли я видеть единицу и буду ли я видеть ночью ореолы или хуже видеть ночью. Иногда спрашивают про синдром сухого глаза. Поэтому мы задумались, как можно дать пациенту более-менее внятный ответ на этот вопрос. И на основании анализа, жалоб пациентов мы решили выявить предоперационные факторы, так называемые факторы-предикторы, которые могут влиять на наличие у пациентов в послеоперационном периоде жалоб, к примеру, на те же нарушения зрения. Проанализировали достаточно большой объем информации. После проведения моновариантного анализа было выделено 7 факторов, которые статистически значимо в нашем исследовании влияли на наличие у пациентов в послеоперационном периоде жалоб на нарушение зрения. На основании этих данных была построена мультивариантная математическая модель, достаточно сложная для практического применения. Точность ее составила 75,5%, что даже по сравнению с прогнозированием по одному из параметров, наиболее влияющим на результат итоговый, это наличие нарушений зрения до операции. Мы видим на графике, что это значительно выше, чем прогнозирование по одному параметру. Далее на основании этой мультивариантной модели была построена так называемая номограмма типа Каттен, которые изначально появились в исследованиях по прогнозированию онкологических заболеваний в урологии, но затем начали достаточно широко применяться в различных направлениях медицины. По сути дела, она представляет собой многомерный, многоуровневый график с большим количеством осей. Ее применение достаточно простое, не требует никаких дополнительных наличия вычислительных приборов. По всем шкалам находятся соответствующие показатели. Просто карандашом или ручкой проводятся линии до шкалы баллы. Затем внизу в графе «Общая сумма баллов» от нее проводится линия к графам «Риск наличия нарушений зрения» после операции стандартной и персонализированной, что позволяет достаточно быстро, достаточно просто найти ответ на вопрос пациента, насколько вероятен риск наличия нарушений в его случае после той или иной операции. Условно, мы классифицировали риски на три основных группы. И в соответствии с нахождением рисков для пациента для той или иной операции, мы разработали систему рекомендаций пациенту по выбору того или иного вмешательства. Если для операции стандартной и персонализированной риски находятся в группе с низким риском, соответственно, можно пациенту рекомендовать выполнение более простой и дешевой операции стандартной. Если в разных группах риска, то само собой выполнение операции с меньшим риском. Если обе вероятности для операции стандартной и персонализированной находятся в высокой группе риска, то, соответственно, можно пациенту рекомендовать в целом воздержаться от проведения рефлекционной лазерной операции, если, конечно, в целом его беспокоит и заботит этот момент наличия послеоперационных жалоб. Спасибо большое.